Всем привет, друзья! Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и жмите на колокольчик под видео, чтобы не пропустить свежий выпуск новостей. Алексей Безус расстался с Безбородовой. Алексей в социальных сетях удивил всех своих поклонников, рассказав о том, что принял важное решение в отношении Милены. Напомню, между парой возник серьезный конфликт за периметром. По словам Безуса, произошло все в тот момент, когда он был уверен, что они смогли наладить полноценное общение и больше никаких неожиданностей не будет, но все вышло так, как вышло. Алексей обратился к поклонникам и попросил их не обсуждать происходящее, зато это активно делает Милена, которая постоянно рассказывает о том, что Безус не проявляет к ней интереса и постоянно обижает ее при всех, что выводит из себя и заставляет постоянно переживать и расстраиваться. Возможно, в паре очередной кризис отношений, но все же решение о расставании было озвучено обоими. Безбородова уверяет, что такое поведение Безуса просто убивает в ней любовь, поэтому она не готова больше справляться с происходящим. У этой пары периодически возникают конфликты, но все же они могли справляться с ними до определенного момента, пока это не переросло в очень серьезные проблемы, решить которые молодые люди просто не в силах. Татьяна Строкова больше не вернется на проект. Как многие уже знают, Таня и Даниил расстались и дальнейшая судьба девушки в участии в шоу была под вопросом. Сама Таня конкретного ответа не давала, поклонники гадали, с кем проводит время героиня реалити и позже выяснилось, что девушка влюблена в мужчину, который все-таки ее забрал с телепроекта Дом-2. Вчера бывшая участница опубликовала на своей страничке в инстаграм видео и рассказала, что находится на Рублевке, показала свой дом. Рассказывать о своей новой второй половинке Строкова пока отказывается и просит общественность не лезть в ее частную жизнь. Николая Должанского выгнали с проекта. Не успел Николай вместе со своей пассией Екатериной Богдановой прийти на проект, как их тут же отправили домой. Еще на приходе Влад Кадони сообщил, что у парочки будет испытательный срок и по итогу будет принято решение, останутся ли они на проекте. Однако Николай уже успел сцепиться с другим ведущим Антоном Бекужевым, который поставил вопрос о нахождении ребят на Доме-2. Коляна отправили домой. Возможно, организаторы услышали возмущение зрителей и решили убрать Должанского, ведь его приходом телепроект начал терять рейтинги. Многие просто не хотят наблюдать за неприятным и аморальным поведением немолодого мужчины. Степана Менщикова поймали за флиртом с Юлей Белой. Не успел Степан появиться на шоу, как уже стал одним из самых обсуждаемых участников. Мужчина быстро разобрался с Сашей Черно, а пока ее нет поблизости, дал новый повод для разговоров. Степа уже положил глаз на Юлию Белую, которая рада любому вниманию, а уж топовый участник былых лет тем более не останется без ее внимания. Зрители ждут, чем закончится эта история. Менщиков со своей супругой Ангелиной и другими участниками шоу «Спаси свою любовь» отправился на Сейшелы. Судя по сторис Иосифа Аганесяна, там Степа очень быстро освоился. В присутствии своей супруги он уже флиртовал с Юлей Белой, которая не скрывала, что ей приятно общение с мужчиной. В результате зрители начали сомневаться в том, что Менщиков серьезно относится к своей супруге. Недавно Степа шутя заявил, что у него брак по залету, и если это можно было списать на юмор, то после того, как благодаря Иосифу Аганесяну, который выложил в сторис запись флирта участников между собой, все увидели, что Степан с годами ничуть не изменился. Теперь его жене начинают сочувствовать и переживают, что он ее бросит. Конечно, строить такие далеко идущие планы рановато. Никого бросать Степа явно не собирается, уж точно не ради Юли Белой. Зато в том, что он не зря будет получать зарплату и станет героем эфиром и серьезным конкурентом Рапунселем, а также Аганесяном, уже понятно. Собственно говоря, его ради этого и пригласили, поэтому давние поклонники Степы смотрят на его выходки философские. Поклонники не сомневаются, что Менщиков флиртует с Белой исключительно ради рейтингов, а его супруга либо отнесется к этому по-философски, ведь муж старается ради достатка семьи, либо начнет подыгрывать ему и устраивать сцены ревности, а возможно согласится на обожаемый сценаристами развод, пока не уйдут за ворота. Ксения Бородина отомстила Ольге Бузовой. Ксения продолжает отсиживаться в двухнедельном карантине, так как 8 марта побывала во Франции, находящейся в числе нежелательных для посещения стран. И вряд ли домовская ведущая рассчитывала на то, что общие для всех правила распотребнадзора распространяются и на нее, однако ее вынудили самоизолироваться, припугнув уголовной ответственностью. И пока Ксюша находится в кругу семьи и не имеет возможности куда-либо сходить, она внимательно изучает социальные сети, явно нарвавшись на пост Ольги Бузовой, отменившей поездку в Париж из-за коронавируса. Что самое интересное, Оля написала о своем решении именно в тот момент, когда все активно обсуждали Бородину за совершенно необдуманную поездку. При этом Бузова сделала акцент на том, что необходимо ответственно подходить не только к собственному здоровью, но и думать о безопасности окружающих. Бородина, которая никогда не оставляет без ответа ни один выпад в свой адрес, не промолчала и на этот раз, при этом также обошлась без имен и фамилий, хотя всем очевидно, кому именно предназначаются ее слова. Ведущая поделилась со своей стороны, считаю, что в этой ситуации артистам, концертным площадкам и кинозалам тоже надо чувствовать свою ответственность и отменять мероприятия по всей стране, а не только в Москве. И не пытаться найти лазейку типа «Ой, у нас в зале 49 мест, а не 50, чтобы заработать последнюю копейку. Для всего мира это уже большая проблема, так давайте мы с вами будем ответственнее на деле, а не только в социальных сетях, до тех пор, пока это не коснулось. Я с семьей 14 дней на карантине, как минимум, и знаете, есть жизнь дома. Хотя я очень энергичный человек, постоянно надо куда-то бежать и идти, а тут даже спортзал нельзя, но здоровье важнее всего», – написала Бородина. При этом многие увидели в словах Ксении явное лукавство, ведь еще неделю назад она развлекалась в Куршавеле, а теперь раздает советы о том, как избежать опасного вируса. Алена Савкина превратилась в грязнулю. Участница Дома 2 давно вызывает у зрителей не самые приятные впечатления. Многие отмечают, что даже через экран Савкина выглядит все время неопрятной и как будто не промытой. К слову, многие отмечают, невзирая на все недостатки Ольги Рапунцель, она все же в разы приятнее своей младшей сестры. Алену разнесли в пух и прах за грязные носки. Девушка, наконец, помыла голову, но почему-то не подумала о том, что надо переодеться в чистое, и от зрителей не укрылась, насколько грязные у Савкины пятки. В то время как Алену это нисколько не смущает, фанаты Дома 2 сразу подумали о маленьком Богдане. Судя по всему, не только носки девушки нуждаются в том, чтобы их постирать. Такие же грязные полы в Доме Рапунцелей. И это в разы ужаснее, ведь маленький Богдан нередко передвигается по дому ползком и тащит испачканные руки в рот. Ольга Рапунцель не будет жить на яхте. Очень хочется Оле быть особенной. Именно по этой причине она рассчитывала на то, что все участники шоу «Спаси свою любовь» отправятся на остров любви. А вот она останется на поляне, хотя бы потому, что почти дважды мама. Оля действительно искренне верит, что ее беременность – это геройский поступок, за что организаторы обязаны носить ее на руках. А когда этого не происходит, участница рыдает без слез и всех обвиняет в жестокости. Однако на этот раз все манипуляции Рапунцеля казались совершенно бесполезными. Продюсеры настояли на том, чтобы семья Дмитренко отправилась в тропики вместе со всеми. Но и там Оля нашла способ, как выделиться. Только зашла беременная участница на яхту, как сразу же почувствовала недомогание, о чем очень подробно рассказала подписчикам. «Это хорошо, что мы будем жить на вилле, а приезжать будем на яхту к ребятам. Так вот, мы приняли душ и поехали на яхту. Дальше нас ждали еще приключения. Мы вышли на яхте в открытый океан. Яхту так колбасило. Да, я стерпела, но мы с дочей провалялись пластом в каюте. Меня капец как укачало. Но мы спасались, выходя на свежий воздух. Как-то было на нем полегче. Меня укачивает только, когда выходишь на яхте в океан. А когда яхта стоит, мне вроде бы нормально. Но мне все равно здесь очень нравится. Какие же здесь красивые виды!» А это значит, что Дмитренко в полном составе заселится на виллу по соседству с Аленой Савкиной и Татьяной Владимировной, что неизбежно приведет к очередным скандалам, которых остров любви еще не видел. А вот участники семейного проекта немного отдохнут от этой парочки, которая измучила их постоянными претензиями, а также недовольством. Екатерина Скалон сбежала за периметр к Владу Иванову. Пара намекнула на воссоединение. Катя Скалон и Влад Иванов встретились за пределами телестройки. Как только девушка прилетела в Москву, ребята много целовались. «Давайте следующую жизнь! С этой все ясно!» – написала Скалон. Спасибо за просмотр! Рекомендую посмотреть и другие интересные ролики. Кликайте прямо сейчас, а также переходите на мой канал. До скорых встреч!